приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка от компании яки грейс теньки so much посмотрим что в ней в этой посылке не будем откладывать в дальний и долгий ящик а просто возьмем китайского попугая который очень помогает при раскрытии данных посылок вот такого типа и попробуем без шума и пыли а без шума и пыли у нас возможно сегодня получится коробка удобно довольно таки запаковано упаковано и никаких лишних как их называют клейка лента скотчей все равно левой рукой не очень удобно да а правой не дотянусь так ну вот долго ли коротко ли но все-таки все-таки мы пришли консенсусу с этой коробкой и взаимопониманию и вот что предстает на наших экранах перед нашими взорами сейчас я о стружка уже полетела упаковочный материал уберем чтобы было все эстетично надежно и практично так вот посмотрим что в коробке сейчас я все это попытаюсь быстро извлечь из данного упаковывающих материала и уже детально рассмотрим вблизи все что прислала компания на обзор ну вот в общем то коробка до распакована и в общем то уже выложенная и представленная на ваше обозрение вот это все что было в посылке все что прислала сегодня компания я так полагаю ну в общем я всегда говорю я полагаю на самом деле я просто уверен с левой стороны от меня идут значит это получается станки вот это раз два три четыре один два три четыре здесь это чаша от компании яки и помазки я предлагаю начать с помазков а дальше посмотрим как пойдет движуха вперед и так помазки еще раз подчеркну иногда говорю об этом иногда забываю очень приятно что компания яки началась недавних пор выпускать вот такие тубусы тубусы красивые в классическом стиле выполненные серебро на черном и в общем в поездках вы можете не беспокоиться что с вашим помазком что-то может произойти с тубусом да может кто-то если бросит вашу сумку особенно в аэропорту это делают и в общем то в других учреждениях но может помяться деформироваться но по мазку ничего не будет но все равно он очень хорошо если твердого картона сделаны значит перед их предохранены по мазке так ну с чего бы начать давайте вот с первого попавшегося как только так плотно постарались спокойно и как это шампанское получился такой звук ба матушки родные вы посмотрите на эту красоту вы посмотрите на эту ручку это если бы было темное или синее или черное я бы сказал что это звезды на на небе здесь 24 мы видим диаметр узла логотипы компании золотое на зеленом золотом вбиты буквы в вечность нашу космическую это помазок из кабаневого ворса дачи то это нет а да ну один видимо технический 24 миллиметра уже сказали посмотрели ручка красивейшая с недавних пор совсем недавно компания стала выпускать вот такие помазки я имею ввиду кабай кабанчики и это очень приятно до этого было были только синтетические помазки синтетического ворса и из значит нашего барсука всеми горячо любимого красиво здорово черный зеленый значит они с черный вверх и прям вот все ну вот умеют понимаете умеют вот сделать умеют красиво и не только красиво еще и приятно держать в руке просто здорово по ворсу мы посмотрели плотный тугой набивка что надо в деле посмотрим так это пока мы убираем в сторону и нам надо же еще с вами сейчас я быстро это вот так вот насколько мне это позволит моя техника еще другие помазки посмотреть а вот а это а это у нас тоже кабанчик и тоже небольшой но очень красивый очень красивый и такой прозрачный вы знаете где там же должна быть да там же есть фибра который можно протирать в данном случае это уместно когда смотрю да но я же не показал многие видели многие нет еще раз посмотрим такая фибра с логотипами компании очень удобно все протирать все от отпечатков пальцев от пыли и от шума вот техническая пыль кстати если вы заметите вот здесь вот есть какая-то такая вот небольшая я когда вот сейчас удаст знаете что напоминает напоминает граненый стакан посмотрите но вот за этой простотой как вы сейчас я для контраста так вот сделаю чтобы были переливы вот на я на чем остановился а при этой простоте казалось бы да ну что может быть проще граненого стакана при этой простоте это очень красиво это вот такая прозрачность здесь переходящие по моему если не ошибаюсь градировано в черное или просто в черное мне обликует мне кажется градиент такой идет но может быть и нет может быть это показалось и конечно же конечно же эти буквы эти надписи которые так и нас все завораживают тому что умеет компания преподать умеет вот это вот красиво сделать подобрать цветовую гамму цветовую палитру чтобы было любому бритва ману на любой вкус цвет размер вес и запах было что посмотреть было что пощупать потрогать понюхать и в общем-то быть в бритвенном счастье на долгие долгие годы почему я говорю на долгие долгие годы потому что у компании якип продукция качественная и уже практически не нуждается ни в каких не рекомендациях ни рекламных выпадов выходок и все такое я честно скажу мне нравится хранить хранить говорю мне нравится хранить компанию яки хвалить это было уже давным-давно когда только на заре своего основания я приобрел приобрел несколько помазков был влюблен просто в эти помазки несказанные любовь продолжается по сей день а здесь вот видите вот такая новинка но для кого-то новинка для кого-то нет в общем то я считаю что там не совершенно недавно это все было сделано так что это будем считать новинками ну и собственно говоря как и ворс кабана в частности отличных ручка очень удобно и такие вот сглаженные края но они понимаете сглажены но как бы не до такого момента что когда просто вот переходит да просто он сглаженный и не ясно где грани где нет здесь грани ощущается грани очень тактильно приятные и в общем-то в руке он лежит просто идеально и так и так вот двумя пальцами тремя пальцами вот так у кого-то разные хват и я понимаю кто-то вообще вот так сбивает я видел вот так вот но это уже дело удобства дело как на любителя как говорят да здесь просто шикарно просто шикардос на я говорю за этой простотой вот кто-то и изобрел такую именно вот цветовую палитру цветовую гамму и в общем в таком стиле простецком бы я сказал но завораживающим вы посмотрите почему завораживающим я еще могу объяснить со своей точки зрения что когда вот свет попадает на эти грани они свет преломляется тут идет вход цветовая гамма который находится с вами рядом и получается вот это таинство великолепие и магия планеты вкб вот такая красота ладно больше не будем зацикливаться за рассматриваться хотя у меня есть такое дело я смотрю все и меня начинаю знаете как реально как магия так беру в руки думаю надо побыстрее обзор делать и все и залипаю и начинаю рассматривать так а где у нас еще а где же у нас еще по маске а куда же их только вот держал в руках куда я их дел куда же я их дело семён семёночку дать я их делал сейчас секундочку все приехали гуд думаю куда я их дел вот он а я думал тубус от этого куда же я так ладно посмотрим что еще в этом что нам пригодит мама мия тот же самый помазок я имею ввиду с такой же ручкой с такой же стеклянно подобные стаканообразной граненностью но это уже это уже получается у нас синтетический ворс сейчас я протру чтобы все было красиво хотя ручка такая она марка но я имею ввиду вот чтобы вот залапать это нет проблем быстро четко и без всяких яких ну хотя сегодня получается со всякими якими вот но когда протираем это просто что-то с чем-то я не буду теперь долго рассказывать и расписывать этот помазок потому что все уже видели предыдущие ручка точности такая же тоже 24 миллиметра но узел другой узел синтетический узел посмотрите по набивке плотин узел упруг вот видите еще не сразу так и он гулять начинает очень упругий давайте я их вот рядышком поставлю сравню может быть найдем 10 отличий но если не брать в разряд ворс данных помазков это понятно что различие посмотрите два брата близнеца но красота красота блеск сияет я говорю еще раз повторюсь вот за этой простотой ну просто а вот здесь чуть по сглаженнее получается посмотрите здесь немножко так скажем поострее здесь вот более сглаженные углы вот здесь но все равно это очень красиво это впечатляет это завораживает это греет нашу бритвоманскую душу говорю от души честно и серьезно я прям вот залипает даже забыл где помазки хотя помазок вот лежал рядом со мной думал что это тубус от предыдущего это уже был другой помазок и синтетического ворса вот такие вот дела посмотрите ну класс смотрите как играет благодарна но красота да и только и здесь и здесь и вот у меня просто белый фон а если подложить что-то другое то получится знаете какие переливы но предположим возьмем я не знаю что ну даже вот даже чтобы взять а давайте мы возьмем сейчас мне главное камеру не долбануть вот скажем вот эту подарочную папку и смотрите уже другой другой вариант да если будет зеленая там будет уже что-то другое да вот здесь вы вырисовываться в этом скажем не стакане как скажем сосуде то стакан стакан привязался ладно давайте с помазками мы будем заканчивать будем плавно при переходить об не хотела долбанул по камере плавно переходить к станкам что мы имеем здесь так мы это показали это показали нас осталось тонкие чаша так подарочная красивая упаковка всегда говорю можно подарить отцу можно подарить другу можно подарить себе любимому в общем вариантов много у каждого он свой каждый выбирает свой путь вам нашему влажным классическом бритье повторяя 555 5 раз так где у нас магнитная а вот она подушка где у нас магнитная подушка но вы видите да магниты и вот что у нас здесь имеется вот такой хотел сказать небольшой бантик а это не бантик это вот такая вот предохраняющая тесьма но тесьма как я вижу там еще дублирована вот таким вот резинкой такой видите тугой чтобы ну станок во время транспортировки здесь все мягко такая мягкая ложа мягкая кровать что во время транспортировки не бился а зафиксировано лежал там где ему это положено вот это золотое опять золото золотишко наш станок абсолютно гладкий я не знаю как он будет в бритье возможно я предположу что ручка будет скользить ну здесь два варианта либо лунит все знают про лунит либо просто постараться не мочить руку во время бритья а держать ее сухой или если она намокла и вымазалась в пене соответственно проект протереть ее полотенцем и чтобы она всегда была вот она красота в сухом виде логотипы я не знаю я когда вижу эти буквы бандитский форс меня все радует да вот хоть просто написать здесь там а бвг и все равно это уже здорово уже классно золотой станок исполнение сейчас мы посмотрим открутим отвертим что мы внутри посмотрим я всегда уже начал не всегда последнее время начал говорить по качеству определяйте сами тут такое дело очень неблагодарное начнешь говорить что-то не увидишь потому что в первый раз где-то не доглядел какие-то точки какие-то возможным там царапинки будут присутствовать ты скажешь что идеально она но не идеального начнутся споры возмущения кому это нужно никому не нужно посмотрите на верхние верхнюю плиту и вот здесь еще посмотрим и вот так по моему здесь небольшая вот царапинка или что-то такое вот как как сказать когда немножечко вытирается материал до покрытие точнее вот остальное все вы видели на своих экранах пытаясь показать как можно подробнее насколько это позволяет время и распаковка и поближе как на опять-таки насколько это позволяет фокус камеры так с этим мы закончили и плавно плавно а что мы плавно плавно погодите закончили может еще не взвесили ой тут столько коробок когда не знаешь уже куда чего ставить быстро сейчас я попытаюсь быстро хотя кто-то пишет быстро кто-то говорит подробнее я за подробные я вот чтобы не торопиться в конце концов можно перемотать и посмотреть пятьдесят три целых шесть десятых граммах весит станок без лезвия еще раз перезвесим почему говорю перезвесим некоторые товарищи просят чтобы для них видимо важно погрешность одна десятая грамма или 1 сотая я не понимаю для чего это нужно делать но стараюсь как бы прислушиваются и выполнять такие в общем-то нехитрые манипуляции которые в общем-то ни к чему не обязывает ничего мне не стоит так дальше подождите а мы в москиту взвешивали нет вот я теперь забыл взвешивали ему по мазке так а здесь здесь не станок а я думал станок коробка похожий на станок это старые формации братцы это старые формации упаковка вот такая сейчас уже только но на скажем уже по мазках которые давно выпут были выпущены а дальше вот и на новых получается вот такая вот тубус и такие красивые да но сам помазок просто это просто великолепен это какая-то энергия это какой-то вулкан это какой-то знаете электрический ток идущий по проводам переходящие в пространство и времени понятно куда текущие красиво 24 миллиметра синтетика на наших экранах красивейший помазок ну просто радуется радуется глаз радуется бритвоманская душа радуется вообще все вокруг и все уже сейчас вокруг меня стало радужным красивым цветастым в общем все что нашей душе угодно все воплощается в этом цвете и в этом помазке посмотрите еще подробнее да и конечно набивка набивку мы посмотрим ну про набивку я уже знаете чисто номинально показывать уже знаю что с набивкой с густотой супругости уже все в порядке не надо уже никому ничего доказывать не рассказывать все видно и так и в общем здорово я все я был и опять залип я все я не могу тут на этих стаканчиках на этих емкостях жидкостью запись теперь вот на этой энергии всплеск каких-то энергетических потоков магнитные бури и так далее и тому подобную здорово я все я уже я уже в кайфе все я можно уже не бриться сегодня так еще одна коробка я уже стесняюсь спросить что же там помазок или станок а здесь станок это тоже новинка от компании яки но у меня конечно есть вопросы к этому станку но попробую все равно хочется станок очень такой увесистый я даже предполагаю что это латунная ручка с покрытием с таким напылением таким как бы сказать матовым глянцем если можно так выразиться и давайте я все-таки в сторону уберу то что мы уже распаковали от не помню по маске мы взвесили или нет в общем сейчас будем взвешивать еще и по маске наверное так мы это быстро большая ручка логотипы все на ваших экранах вот здесь тоже все есть сзади спереди сбоку раскрутим и посмотрим ух как какой звук пошел посмотрите я не знаю это немножечко запылилась тут при транспортировке посмотрим на плиты с одной стороны посмотрим на плиты с другой стороны ужаснемся ужаснемся и выключим видео кедри не фини шучу хотя не совсем так по мне замечательно по мне вот и вот плюс еще ручку я вот положу на ручку на ручку положу и покручу поверчу обмануть хочу и закрутим все это дело еще раз посмотрим говорю какие вопросы то что нет насечки то что гладкая но не всегда вот попадались мне бритвенные станки вы знаете так небольшое отступление сделаю которые гладкие абсолютно без всяких насечек здесь есть небольшая зазубринка вот такая да вот где-то ближе к середине ручки будем говорить ближе к середине станка а те вообще были просто вот глыжки такие знаете мальчишки глыжки и цеплялась и не скользила и рука мокрая ну наверное столько и в пеной вот прям хорошенько помазать измазать тогда будет скользить а здесь нет вот не знаю как это будет если не будет сказать будет вообще замечательно если будет скользить тогда вопрос а почему не сделать хотя бы две три четыре насечки или какие-то вмятинки выпуклости выпуклости в пуклости но чтобы было цеплее это цепляться за что можно было создавалось так сказать трение для терпения а так здорово но на мизинцы можно наверное забыть про кто любит на мизинцы хотя вы знаете опять я всегда делаю оцепление хотя вы знаете было бывали такие станки которые с круглыми вот совершенно вот такими пятками и ну может быть не архи удобно но можно найти варианты бриться на мизинцы вот так ставят кто-то так бреется кто-то так кто-то вообще вот так берет двумя двумя пальцами вот так бреется у каждого свои свой хват у каждого свои своя длина и ширина длина пальцев и ширина ладони но здесь я думаю можно приспособиться уж если такие есть ваши бритвоманы гурманы которые только на мизинцы и никак иначе бриться не будем так ладно на этом мы закончим и наверное перейдем все-таки к весам чтобы взвесить так ну естественно на пятку не встанет а так у нас получается 91,4 грамма станок этого мне шуточки то есть все ближе к сотне идет все ближе к сотня давайте по мазке я просто не помню чтобы это не было монтажа демонтажа давайте вот сначала кабанчика взвесим 77,1 грамма значит следом идет синтетический ворс с такой же ручкой 75,6 грамма осталось нам взвесить зеленого такого космического пришельца это 92,5 грамма и вот эту фантастическую композицию из какой-то невероятной энергии молнии и всего остального я уже даже не знаю какие эпитеты привести это 88,1 грамма вот такие помазки вот такие веса в общем-то приемлемые приятные я имею ввиду не только веса и тактильно и визуальный и как угодно и в общем все здорово осталось а я думал уже со станками все завязать а здесь у нас братцы идет уже travel вариант вот такая небольшая коробка и в ней и в ней должен быть кожаный чехол ну или под кожу чехол сделаны с виду кожаный а уж там пускай специалисты определяют тому что настолько сейчас продвинулась наука вперед и все это идет прогресс шагает семимильными шагами что раньше я умел отличить кожу от эко-кожи или от дермантина но раньше не было это кожи просто назывался дермантина ну хороший плохой тут уже дело такое а сейчас я реально не могу отличить вот иногда бывает настолько качественно сделан сделано эко-кожа что я не могу отличить только на специалисты вы представляете некоторые эко-кожи даже пахнет кожей вы сейчас можете вот я упреждаю вопрос надо понюхать да все думаете как мы отличаем да есть свои нюансы есть свои секреты так там даже кожей пахнет я говорю это кожа подхожу к продавцу мне вот эта кожа на это говорит не кожа это эко-кожа вот как хочешь я еще посмотрел по цене вроде там бывает и цена эко-кожи как кожи так ладно много слов мало дела посмотрим давайте сначала по изготовлению меня вообще ничего не смущает может быть вот здесь чуть толстовато прошивка но это знаете уже такие личные придирки если уж под микроскопом разбирать то может быть еще что-то найдем так что это на первый взгляд не вообще ничего не смущает логотипы прошивка отличная ровная не кривая нитки не выглядывают когда у некоторых бывает а вот а это ретро точнее не ретро станок а под ретро под старину сделаю такой скажем пристаренный иногда говорят сатинированный пристаренный какой-то значит как будто с вытертостями с какими-то якобы неровностями в прокраске сейчас погодите я быстро думал что он так он еще каждый каждые детали еще в определенном пакете и вот вот они вот сейчас я покажу все на ладони сначала а потом соберем и посмотрим и наверное все таки это единственный станок сегодня в распаковке в которой я ставлю ставлю лезвие посмотрите как будто здесь вытерто да то здесь как будто покрытие здесь как будто его нет на это сделано специально это я говорю для тех кто только просил присоединился к влажному классическому бритью как у которых может возникнуть вопрос а почему станок такой неравномерно прокрашенный это специально делается сделал делается под старинные станки под вот такую вот как бы ретро манию такое погружение в прошлое давайте я сейчас привинчу одну часть ручки к другой ой прям ход вообще даже беззвучный слышите я специально помолчу практически беззвучно все встает я хочу положить сюда лезвие так и посмотреть что же будет вместе с лезвием ну конечно ничего сверхъестественного не будет будет только красиво еще лучше чем было и уже можно будет бриться ух ты как он прям заглотил и прям начал выкручивать внутри станка внутри головы своей это лезвие сейчас я хочу чтобы вы полюбовались точно так же как я я держу такой станок впервые есть у меня похожий но немножечко в другом исполнении в другой цветовой гамме в другой обработке а вот такого плана я держу впервые такой вот старину старинные есть место как я вот именно под старину сделанный современный это впечатляет посмотрите вот такой китайский крокодил здесь видно даже практически название лезвия ушки здесь вылетают с торца за пределы головы я еще раз повторю это мое мнение мне вообще никак не колышет это потому что я знаю многие придирать а ушки в эту войну сделали два два миллиметра больше на полтора туда на полтора сюда в я не понимаю вы что вот этой штукой бреетесь ой мы покалечимся мы убьемся ну чего смеяться то не смешите мои тапочки вот сколько я не брился вот где вылетают ушки ни разу я даже не поцарапался ну наверное возможно если с большого перепоя или там с какого-то буду на и бритва выскользнет и вот так вот начнете бриться или сразу же так начать наверное поцарапаетесь вы в своем уме товарищи что вот такие волосы там ушки не знаю но это так отступление давайте еще раз посмотрим вот здесь посмотрим сбоку вылет на мой взгляд подождите сейчас через камеру смотрю ну на первый взгляд все все равномерно все нормально вот такая вот красота сейчас мы его взвесим мама мия ну и чехол чехол меня он впечатляет вот это вот композиция вместе с чехлом очень здорово и по цветовой гамме они здорово подходят и вообще коричневый цвет на мой взгляд в данном исполнении я имею ввиду кошельки или какие-то там аксессуары для бритья в данном случае вот такой небольшой ну как его назвать наверно конверт кошелек до богаче выглядит коричневые темно-коричневые тона нежели там белые серые ну и так далее вот как-то он богаче выглядит вот возьмите такой же в точности значит чехол и скажем белого цвета все эти то будет он будет когда classic он будет по-своему изящен но не будет такого небольшого бандитского форсов что значит вот что значит цвет это он многое просто вот я говорю вот возьмите да вот ну что то что это за помазок да вот так вот если две шутка и то предположим не очень качественный фотографий скажу какой-то граненый стакан а когда вот так вот сделаете этот граненый стакан превращается в сосуд вот что хотите делаете вот так вот идет смотрите вот вам и стакан это я его как стакан да можно было бы как-то понежнее назвать данный так ладно все я начинаю увлекаться начинаю любоваться меня начинает заносить вы меня тормозить и говорите роман давай типа смотрим что у нас по граммам буду вешать в граммах помните как-то рекламу в граммах так что у нас в граммах а в граммах у нас получится 79 и 7 вот такой малыш казалось бы да ну понятно что скорее всего латунь понятно что это такой тяжелый ну скажем не архитяжелый бывает их раз больше станки 79 и 7 вот так как хотите меня такой маленький было точек он как бы не превышает 100 грамм и уходит из того скажем килограммового диапазона ну скажем граммового диапазона где можно назвать станки легкими этот станок уже легким не назовешь но тимона прекрасен если бы он совесил 30-40 грамм было бы не то поверьте мне а это вот такой маленький знаете на металлофоне играет вот такими молоточками вот такой тоже похоже только типа длиннее вот вот прям вот маленький такой молоточек класс класс здорово все вроде чаша ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля я думал все уже до свидания всем привет от тдт спасибо особенно тем кто сзади как говаривал вячеслав бутуса в свое время а тут же у нас еще чаша так что подождите вот так вот а вот сейчас легко так чаша небольшая хотел сказать большая потому что ну судя по коробке чаша небольшая она такого среднего размера и кстати говоря мы сейчас на помазках то с вами посмотрим а здесь здесь определенный рисунок посмотрите какая-то то ли есть так пофантазировать лицо какой-то с носом и глазами то какая-то инопланетная инопланетный кокон свесился с какой-то высоты какой-то штольни или пещеры а в нем какие-то значит созревают плоды инопланетян ну здорово ну прекрасно вот молодцы также здесь посмотрите тоже она меня просто заворожил на картинке а когда ее попало ко мне в руки еще больше я начинаю любоваться еще больше она мне начинает нравиться здесь небольшое шершав небольшая шершавка цеплялка может показаться что здесь глянец нет на кнопки на той самой пресловутой за которую надо держаться при сбивании пены как раз вот этот тормозной элемент существует небольшой не раздражающий не рашпильный не значит наждачно бумажный а вот такой слегка вот он слегка цепляется чуть-чуть здорово в такое ощущение как будто уже тут взбили пену до чаша сама черная или серая а пена вот здесь уже растеклась по чаше распределилась и можно уже бриться брать помазок и доставать из нее пену и наносить на лицо я не знаю с каким помазком у кого какие складываются ассоциации или цветовые предпочтения мне кажется вот здесь очень уместно будет вот такой вот черный вариант потому что белая здесь тоже серо-белая либо я специально приготовил либо может быть вот так но здесь немножечко сливается опять я говорю дело вкуса здесь также можно поставить помазок на контрасте вот такое сделать веселое такое знаете вкрапление такой мощный как говорят цитрусовый удар так мощный цветовой такой бабам на такой более серые и приглушенные тона такой взрыв красно-сиреневых желтых цветов бам и плюс конечно помазок посмотрите он тоже дублирует цвет в общем-то ворс я имею ввиду ворс дублирует цвет чаши ну и давайте наверное еще парочку сделаем по имитируем взбивание да вот предположим вот этим стаканом тем же стаканом но уже ворс синтетический посмотрите сбоку вот я держу так можно так держать я думаю тоже особенно не выскользнет вот здесь глянец здесь особых тормозов нет ну чуть-чуть по краям немножечко небольшой так или заметная здесь есть такая небольшая шершавка и вот мы крутим болтаем взбиваем сверху немножечко можно расплюснуть и тогда вот так вот то есть ну и для маленьких и для больших ну для сверх больших конечно наверное не подойдет будет маловато чаша а для маленьких и средних самый то вот например например мы возьмем еще немножечко цветовой гаммы добавим и долбанем цветом чтобы было ясно в эти сумрачные осенние дни ясно и красиво и здорово и вот небольшой 22 миллиметра вот этот вот карамельный леденечный такой леденцовый да помните как в песне или пути к лили гном леденец сосал лиловый в общем очень леденцовый также и здесь вот эта карамелька этот леденец вот маленький и смотрите ну если надавить конечно он немножечко поплавок утонет в чаше подтопится как говорят рыбаки а здесь вот все здорово красиво и должно быть просто великолепно чаша меня просто заворожил я специально вот захотел вот именно вот такую вот еще раз полюбуйтесь я еще раз говорю возможно обзор немножечко затягивается но я считаю что нужно все подробно показать я еще раз повторюсь я делаю так настолько подробно насколько хотел чтобы показывали мне другие блогеры другие вид шейвер и они вот так вот ойду смотрите помоток мы увидите на обзоре все до свидания и сливайте тушите свет сливайте масло это не гоже я считаю и прошу больше в комментариях не просить меня делать обзоры по распаковке в 357 минут если конечно это один станок или один помазок то тогда да согласен если это большое количество предметов то не обижайтесь я буду делать так как считаю нужным и так что же мы имеем надо все это вот все эту красоту то вернуть обратно всю эту красоту чтобы еще раз посмотреть полюбоваться и куда бы нам еще вау ну что за прелесть его не видно вот надо вот так сделать и станки станки пошли у нас по бокам как весла на значит парусном судне до когда паруса снимаем переходим на весла либо просто на лодках шикарнейшая такая в минимализме сделана подарочная упаковочная коробка для станка который вот золотом стиле исполнен здесь также идет и уже в серебряном стиле в таком ретро стиле под старину значит получается наш конверт наш кошелек и что я еще вот я всегда что-то упустил что-то я должен был еще показать наверное все но если что-то я забыл положить в кадр ну наверное это будет тогда на моей совести также конечно же красивый тубус и я еще раз подчеркиваю еще раз покажу его и обязательно положу в кадр эту классику серебро на черном чтобы хотя бы был один тубус на этом братцы у меня все я желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч